Девушки отдыхают Так, заблокирую-ка от греха подальше Грубиянка, ужас какой-то Мы тебе доверяем Ладно, я пошёл Мы в тебя верим Давай, ты сможешь Иди Что? Что такое? Почему он возвращается? Ну что не так? В чём дело? Не получится Я разнервничался Это шпионаж Я запаниковал Я не смогу Всё Нет такого слова запаниковал Выйди из машины и соберись силами Ты сможешь Да Я пойду туда Он скажет что-нибудь неприятное Я не смогу сдержаться Ты знаешь, это у нас в крови Ну да Аллах упаси Эта семья не выдержит ещё одного скандала Тут нет ничего сложного, Эко Не накручивай себя и просто сделай это Да, братик Не накручивай себя Что может быть проще, чем сохранять спокойствие? Кто бы говорил Что может быть проще? Нашлись тут эксперты И что в этом такого сложного? Да Что в этом сложного? На словах легко А на деле Эко, ты слишком много болтаешь Иди и поговори с ним И дело с концом По-моему, он слишком агрессивный Ты его взбесил Иди уже Давай Ладно, я пошёл Иди давай Ладно, ладно Я верю в тебя Ладно Ты сможешь Давай У него получится Молодец Да? Очень хорошо Он сказал завтра Аллах, ты что делаешь? Ненормальная Ты зачем так подкрадываешься? Минекше Сосредоточься на деле Он сказал Давайте сходим на ужин завтра Завтра, понимаешь? Кто сказал? Ну как кто? Писака тот Конечно же Назым и Финди Чудесно Сходите на ужин Познакомитесь поближе Нет, это ужасно Почему? Иногда это чудесно Иногда лучше не надо Этого не должно произойти Я не пойду Нет, не пойду Почему нет? В этом нет ничего такого Илчину тоже пришлось побегать за мной Какой побегать? Это я-то за ним бегаю? Вообще-то это он за мной бегает Приятного аппетита Думай, что говоришь Послушай, Зюмрют Вот что я тебе скажу Говори Этот мужчина особенный Ты заслуживаешь быть счастливой, моя дорогая Правда? Ну конечно Минекше Я снова чувствую бабочек в животе Так это же замечательно Ну не знаю Эфе, привет Эфе здесь нет А где же он? Эко? Ой, слушай А где Эфе? Он сейчас в кабинете Занбея Бессовестный Ты вернулся? Слушай Все несколько усложнилось Я на задании Спрячься в безопасном месте Я на секретном задании Давай иди Ладно Эфе, привет Мне нужно с тобой поговорить Есть свободная минутка у тебя Ты же занятой человек, да? Эко, ты разве не уволился? Ну, я бы так не сказал Точнее, да Я уволился Был у меня такой импульс Был такой момент Но потом я подумал, что совершил ошибку И я это признаю Это была ошибка Прости меня Ну же, Экрем Сколько можно? Почему так долго? Я сейчас умру от любопытства Что с твоей рукой? С рукой? А, это? Да Ничего, Эсра подстрелила В смысле Эсра тебя ударила? Нет, нет Подстрелила Вот так Из ружья Да Как она это сделала? Эсра Не надо преувеличивать, Муса Ты тоже преувеличиваешь, Азан Любишь ты преувеличивать У меня в руке было ружье И оно выстрелило Да ничего такого Зачем тебе было нужно ружье? Вы уверены, что вам помогает ваша терапия? Да, конечно, помогает Помогает Очень Да, помогает Терапия помогает Эко идет Наконец-то Ура! У него получилось Он улыбается Быстрей Ну же Смотрите Улыбается Вот он, герой Ну что? Получилось? Да Правда? Ну, конечно Братик Чей это братик? Мой Мой Он все рассказал Прямо как на духу Все выложил Единственное, что осталось Это дать Хельмебею послушать запись Вперед Может, сначала сами послушаем? Нельзя же вот так Включать запись Не послушав Да зачем? Давайте потом Эко, дай телефон Ладно Держи Ты много говорил вначале Я пропущу Это он болтал Пропущу начало Вот отсюда Начну Вот Азан, например Кто такой Азан? Кто он такой? Он мой зять Но он никогда не делал для меня ничего хорошего Отправил меня в самый плохой отдел Сделай отчет, Эко Подготовь документы, Эко Это разве что-то хорошее, нет? И вообще Он мне с самого детства не нравился Вот так вот Так ты меня с детства не любишь, да, Эко? Да нет Я же это специально говорю Ты не слушай Нет, нет, это хорошо Как здорово, что мы отправили тебя, братец Ты показал свое истинное лицо Узнали твои истинные мысли И что ты там про меня сказал? Тоже гадости всякие? Я сказал, что ты самый прекрасный человек на всем свете Ладно, продолжим Давай Да Пропусти еще немного Хорошо Я рад, что мы на одной стороне Вот бы СРА разделяла нашу позицию Тогда все было бы совсем по-другому Что тут поделаешь? Моя сестра никогда не блистала умом В отличие от меня Интересно, в кого это она такая? Слава Аллаху, что не в тебя Что произошло между тобой и Азаном? Расскажи После этого он начинает говорить Мы говорим по делу Слушай, Крем Вот что я могу тебе сказать Так? У меня есть план Тишина Почему запись остановилась? Потому что запись закончилась Что значит закончилась? Братец Держи Братец, братец Неужели кнопка нажалась, пока он был в кармане? Один единственный раз тебе доверилась Из-за тебя мы упустили свой единственный шанс Ты понимаешь? Но что я сделаю? Это все этот дурацкий телефон Оллах Я не виноват Что я сделаю? Он сам нажался в кармане У нас был единственный шанс И ты его упустил Что нам теперь делать? К черту Мне кажется, вам не стоит так сильно беспокоиться о том, что происходит в компании Зять Может, откроешь свой ресторан? Это очень выгодно Эко Ладно, давайте успокоимся Мы начнем все с самого начала Построим все заново Как Стив Джобс Он смог, и мы сможем Заткнись, Муса Дай Аллах тебе здоровье, Зину Я то же самое хотел сказать То есть, ничего больше не сделать? Боюсь, нет Больше ничего Эко, эко Это? Или это? Это? Или это? 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 Что же надеть? Мне нечего надеть Мама Мама Что ты делаешь? Ничего Как у тебя дела? Хорошо А я тут Решила Перебрать свою одежду Просто так Это моя маска для лица? А что, ее специально для тебя делали? Я нашла ее в ванной наверху И решила попробовать Что такого? Мама У тебя кто-то появился? Конечно, нет Ты что говоришь? Никого у меня нет Я что, не могу просто сделать маску? Чисто ради себя любимой? Это что, запрещено? Я что, не могу просто так волосы накрутить? Можешь, конечно Вот и все Я просто думала, если кто-то у тебя появился Мы могли бы поговорить об этом Нет, нет, я не собираюсь с ним на ужин На ужин? На ужин? Какой ужин? Какой ужин? Ты сказала ужин? Нет Ты идешь на ужин? Нет, нет, никакого ужина Я никуда не пойду Мама, тебя пригласили на ужин У меня есть оправдание Мне нечего надеть Мама, кто это? Мама, пожалуйста, скажи Я дам тебе знать, если что-то изменится Хорошо Передавай привет папе Целую Спокойной ночи Ну что? Как дела? Есть успехи? Пока не особо Мы пытаемся найти, где Фэ допустил ошибку Но пока ничего Нет, Эсра На этот раз не сработает Я устал Я ничего не могу сделать Ничего Азан Не говори так Пока между нами все хорошо Мы все преодолеем Получилось однажды Получится и сейчас Мы начнем сначала Она права, брат Я знаю Я знаю, что у нас получится Но эта компания для меня Не просто работа Мы вложили в нее душу Мы многим пожертвовали ради нее Что мне теперь делать? Просто взять и отступить Будто ничего не было? Ты прав Я знаю, это нелегко Мне тоже тяжело, Азан Но это не конец света Даже если мы потеряем все Потеряем все нажитое Я всегда буду рядом Я знаю Знаю Я тут Привет, сынок Ты должен уже спать Ты чего тут? Я думала, ты уже десятый сон видишь Я не хочу спать Я хочу играть Машинка подождет до утра Пора ложиться спать Давай, давай, давай Идем, малыш Идем в кроватку Ладно, Муса Давай продолжим Давай Ты сможешь, Элиф В этот раз у тебя получится Скажи, Эко, я хочу расстаться Четко, прямо Ты сможешь Ты четко скажешь ему, что хочешь расстаться И все На этот раз у тебя получится Все сработает А вот же она Цветочек мой Ты не поверишь Оказывается, очень сложно подобрать цветы Для самого прекрасного цветочка на свете Мы с флористом всю голову сломали Но в конечном итоге подобрали Как тебе? Тебе Тебе не нравится? Цветочек, что случилось? Иди сюда, давай присядем Что случилось? Почему ты плачешь? Цветочек мой Я ожидал совсем не такой реакции Я ожидал увидеть твою улыбку И получить от тебя поцелуй Большое спасибо Очень красивый букет Просто я сейчас немного подавлена И поэтому расплакалась Я знаю, пожалуйста, не плачь Я знаю, почему ты в таком состоянии Правда? Правда? Конечно Я не сразу смог это понять, но теперь понял Тебе грустно, потому что мы забросили нашу мастерскую Но не переживай Твой муж позаботился и об этом Да Я встретился с агентом по недвижимости Я попросил его подыскать нам новое местечко Он подобрал нам пару вариантов Завтра поедем и осмотрим И купим Эко Прошу тебя, цветочек, я знаю Я в последнее время был занят делами компании Поэтому ты расстроена Но не волнуйся Твоя маленькая мастерская Может превратиться в музыкальную школу О которой ты всегда мечтала Пожалуйста, не надо, не плачь Мой цветочек Муса Взгляни вот сюда Цифры в системе не совпадают с цифрами в файле, которые у тебя в руках Да, ты прав Они вообще никак не совпадают Буквально в каждой строке Именно Что там? На что вы смотрите? Ну, мы просматривали документы на игровой файл Эфе И нашли несовпадение, Сра Что это значит? Эфе может быть нечист на руку? Возможно, но тут явно есть несостыковки Расскажите подробности, чтобы я тоже могла помочь Нет, нет, Эсра Ты иди поспи Мы немного поработаем Ну ладно, я не настаиваю Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Верно Алло, Мехмед Прости, что беспокою в такое время, но у меня к тебе есть неотложное дело Я знаю, что по регламенту тебе не положено Но это правда очень важно Мне необходим отчет по движению средств по счетам Особенно по тем, которые относятся к эфе Хорошо Отлично Спасибо большое, Мехмед Будем ждать Муса Это тоже возьми Хорошо Доброе утро Доброе утро Доброе утро Вы рано встали и уже куда-то уходите? Мы вообще не ложились, но это того стоило Мы нашли то, что искали, Эсра Нашли? Да Что нашли, Азан? Что происходит? Доказательства, о которых просил нас Хильми Бей Правда? Можете сказать, что происходит? Азан, что это? Покажите мне тоже Я имею право знать Нам срочно нужно ехать Отвези Атласа в садик и приезжай в офис Там поговорим, хорошо? Жду в машине, брат Азан, тебя не пустят в офис? В этот раз пустят Здравствуй, налить тебе чай Давай С пирогом, который ты не умеешь печь Но имей в виду, сильно не наедайся Тебе вечером на ужин идти Куда пойдете? Не знаю Мне вообще это неинтересно Я, наверное, не пойду Что случилось? Почему ты сдалась? У меня нет наряда Нет наряда? У тебя нет наряда? Аллах Говорю же, нет, Минэкше У меня полно одежды Но у меня нет подходящего наряда для вынужденного ужина Так-то я могу хоть 20 магазинов одежды открыть со своим гардеробом Но вот, нет, не судьба Не пойду никуда Доброе утро Доброе утро Вставай, мы уходим Нет, куда уходим? По магазинам Нет, я не могу У моего сына проблемы с деньгами Я не могу тратиться Я за тебя заплачу Идем Ты? Откуда у тебя деньги? Лучше бы себе наряды купила Кредит возьму Тебе какое дело? Выбор магазина доверяю тебе Пойдем Нет, нет, не пойду И у меня горло болит Ничего страшного Вставай К врачу заодно сходим Нет, я не могу Что происходит? Насилие Давай, идем Это насилие Насилие Ты же это понимаешь? Полиция быстро приедет Подумай о репутации Да, пожалуйста Вообще без проблем Я узнал то, что хотел О чем ты говоришь? О чем же я говорю? Я говорю о незаконных выплатах Которые ты получал от игровых компаний То есть, верно, говорю, Муса? Наверняка были и другие выплаты У этого парня нет причин Так сильно меня ненавидеть Но я понял Все дело в деньгах Не хочешь рассказывать все с самого начала? Оказывается, я наступал тебе на пятки Что ты несешь? Ничего ты не докажешь Какие еще выплаты? Я не понимаю Не переживай Докажу Точнее Я уже Хельмебей наверху Просматривает отчеты Наверняка уже закончил Он теперь Тоже увидел Твое истинное лицо Но я не буду Так жесток, как ты Мы отпустим тебя С миром Иди наверх И собери вещи Мы дадим тебе время Попрощаться с коллективом Если, конечно же Тебе есть с кем Прощаться Что за бред? Я поговорю с дядей И все ему объясню Ну давай Если он послушает Цветочек мой Дай поцелую Я пошел Куда ты? Что происходит? Азан позвонил Говорит, поезжай в офис Не знаю зачем, но надо ехать Ты не волнуйся Я позвоню тебе после А потом поедем к агенту по недвижимости У меня планы на сегодня Иду на выставку с друзьями На выставку? Искусство? Обожаю искусство Я человек искусства Ладно? Я иду с друзьями, Эко Я понял, хорошо Я их потерплю Я потерплю твоих друзей Все что угодно Видишь? Я готов терпеть их ради тебя До встречи Это уже невозможно Элиф, ты должна решить вопрос И ты должна сделать это сегодня Добрый день Добрый день, Исраханым Эрен, где Азан? Ты не знаешь? Он вон там Спасибо Привет Азан Ты скажешь, наконец, что происходит? Эсра, ты как раз вовремя Я боялся, что ты все пропустишь Что пропущу? Азан, я ничего не понимаю Как тебя пропустили в офис? Как меня сюда пропустили? А почему нет? Это моя компания Приходится, правда, напоминать об этом людям Но ничего Смотри А вот И тот, кому тут действительно не рады Ничего не забыл? Проверь, как следует Потому что После этого в офис ты больше не попадешь Уверен? Ну ладно Азан, что произошло? А, Хельмебей Хельмебей? Эсра, хорошо, что вы тоже здесь Вы были правы Эфе оказался не тем, за кого я его принимал Я должен извиниться перед вами обоими Ну что вы, Хельмебей Однако теперь Я убежден, что всегда нужно все обсуждать Этот урок я хорошо усвоил Верно Теперь я полностью доверяю вам Азан Я болел за вас и раньше Но с этого момента я полностью поддерживаю вас Большое спасибо, Хельмебей Я это ценю Хорошо, до встречи До свидания До свидания Азан, ты можешь объяснить, что это было? Я сейчас взорвусь Дело в том, что Когда я просматривал отчеты То нашел несостыковки в цифрах Так Я также запросил движение по счетам Оказалось, что он получал выплаты От игровых компаний, с которыми он втайне заключал контракт Что? Если бы я этого не понял, он бы так и продолжал Он даже привлек компанию, с которой мы бы никогда не согласились работать Вот почему он так торопился Это и было целью Эфе Использовать компанию, чтобы набить себе карманы Азан Теперь все кончено? Да Мы избавились от этой напасти Одной проблемы меньше Но у нас еще полно дел Прежде всего, нужно разорвать все контракты, которые он заключал с той компанией Азан Бей, телефоны разрываются Все просят поговорить с вами лично Хорошо, Пэнар, я иду Мне пора Хорошо Ты меня совсем уже разорила Ужасно дорогие наряды На 30 лет вперед, не меньше Зюмрют Карфалы не носит дешевых нарядов, бедняжка Минэкше Благодаря мне тебе предоставился шанс прикоснуться к вещам хорошего качества И нечего жаловаться Я не жалуюсь Если все пройдет удачно, то я нисколько не пожалею, что потратила столько денег Последнее платье, которое я мерила, так хорошо село, правда? Я в нем будто выше Очень красивое Будешь ходить по бешчешме, как настоящая икона моды Тогда нет Мы должны немедленно все вернуть Я не хочу выглядеть вызывающе Хочу, чтобы все было постепенно, понимаешь? Зюмрют, ты столько нарядов накупила Ты же постоянно так одеваешься У тебя стиль такой, яркий На все случаи жизни Зюмрют, ты чего? Зюмрют Зюмрют Ты чего? Зюмрют Зюмрют Я больше не могу бежать Нет, нет Такие коротенькие ножки, а так быстро бегаешь Зюмрют Зюмрют, Ханым Ваши намерения серьезны? Нет, не мешай Ответь мне, ты серьезен или нет? Конечно, я серьезен, Зюмрют, Ханым Отлично, тогда женимся Видела бы ты лицо Эфезии, но Весь такой несчастный, ушел даже не оглянувшись Я так рада Клянусь, я готова прыгать от радости И не говори, я так счастлива Но теперь, когда мы пережили это испытание Нет причин, почему мы с Азаном не можем воссоединиться Я ничего не говорила, потому что он вот-вот мог потерять компанию Но теперь-то уж точно можно обручиться без вариантов Аллах с тобой Раньше Азан бы ни минуты не мешкал Ну, сейчас он очень занят Разбирается с последствиями Наверное, поэтому он забыл об этом Иначе бы мой Азан уже надел бы кольцо Конечно Почему он этого до сих пор не сделал? Он сделает, все будет Просто он... Эсра, что-то случилось? Нет, просто решила зайти к тебе Хотела узнать, как продвигаются дела По поводу контрактов Что тут сказать? Работаю в поте лица, как видишь Скоро должен прийти юрист Будем смотреть контракты вместе Эти контракты? Да, эти контракты Эти контракты, да? Что случилось? У меня внезапно заболел безымянный палец Прямо вот тут Судорога, видимо Ничего страшного Но я могу сказать Пенар Чтобы она купила тебе мазь в аптеке Нет, не нужно Уже прошло Я же сказал, судорога Азан Да Мы с тобой вчера в тюрьме Так хорошо разговорились Если бы не пришли мои родители Думаю, наш разговор продолжился бы Там был такой момент Да уж Вот это были приключения Приключения? Да Очень веселые приключения Да Эсрад, ты мне что-то хотела сказать? Скоро должен прийти юрист И я работаю Азан Что? По-моему, осталась недосказанность Слушай, между нами все хорошо Мы со всем справляемся И терапия помогает И я вернулась обратно в Стамбул Разве это не здорово? Конечно Здесь без тебя было совсем тоскливо Ты права Недосказанность Это плохо Я предлагаю не торопиться в этот раз Так мы избежим повторения одних и тех же ошибок Не торопиться? Все, не спеша Не спеша и аккуратно Конечно, Азан Давай не спеша Не спеша и аккуратно Шаг за шагом Азан Бей Юрист пришел Прошу вас Я тогда пойду До встречи Проходите Присаживайтесь Вот это хорошее Не могу найти подходящее платье Может, обратиться к Милохат? Допустим, я хочу свадебное платье модели принцесса С узкой талией и пышной юбкой Хотя нет В моем возрасте так не годится Я сдаюсь Совершенно нет ничего подходящего Нужно классическое белое платье Ты с ума сошла? Почему? Просто потому, что этот писак обнял другую женщину Ты согласилась выйти за другого? Дурын да ты Что сын, что мать Одинаковые Ну, конечно Ты видела, как он ее обнял? Вцепился, как анаконда И что такого? Что такого? Ну да Тебе не понять Потому что у тебя никогда такого не было Вот тебе от меня урок Когда мужчина и женщина обнимаются вот так Знаешь, что между ними точно что-то есть Просто со знакомыми так не обнимаются Можешь мне поверить Можешь поверить, Минэкше Даже если и так Неужели ты правда выйдешь за Рюкнадина? Конечно Ты же его терпеть не можешь Могу? Он же забудет, что вы женаты Я напомню Скажу, Рюкнадин, мы женаты Не понимаю, в чем проблема Вечный сюрприз Я выйду замуж И буду счастлива Делай, что хочешь, Зюмрют Я ухожу Иди Вещи возьми Бери, бери Забирай все вещи Наденешь их на мою свадьбу Не надо мне ничего Маньячка Что произошло? Что случилось? Я успела проскочить до прихода Эсры Привет, Зайнеп Садись Спасибо, но скажи снова что-то с компанией Нет, все хорошо Компания в надежных руках Не переживай Ну а что тогда? Сейчас он все скажет Иншалла Мы не поздоровались, кстати Прости, дорогой Так спешила, что забыла об этом Итак В общем Наша с вами новая цель Эсра Вы должны мне помочь сегодня вечером А что будет вечером? Мне нет дела до Эсры Моя цель элиф Мы сегодня идем на выставку У меня уже есть план На выставку? Да, я вообще-то человек искусства Ясно Так, у тебя есть план Ну да Ладно, тогда ты отпадаешь Значит, все лежит на твои плечи, Зайнеп Ни в коем случае не пускай Эсру сегодня домой Почему? Потому что в этот раз Все должно быть так, как она заслуживает Он поцеловал меня в лоб Ну что это такое? Говорит Давай в этот раз не спеша Насколько не спеша Пять лет прошло До этого еще два года Шесть месяцев И вот опять Сюрприз Зейно Привет Ты чего это? Соскучилась по подруге Вот и пришла Соскучилась? Мы же только что говорили Когда успела? Ничего ты от тебя не скроешь Ладно, я пришла к Мусе Он тоже меня достал Если не занята Пойдем выпьем кофе Обмоем им косточки Конечно, пошли Это просто невыносимо Мы их так обсудим Что у них уши будут гореть Дома у нас полно чипсов и шоколада Дома? Давай и не дома Что дома-то делать? Давай, знаешь как? Заберем атласы И поедем к Минакше Что думаешь? Ладно, давай так и сделаем Обсудим вдоль и поперек Он у меня пожалеет Мама, а что за тема со свадьбой? Брак – это союз двух людей На основании разрешения Данного им гражданским кодексом Мама, мама Я это знаю Я не об этом спрашиваю Я не понимаю Что вдруг заставила тебя захотеть выйти замуж Я выхожу замуж За Рюкнадина? Да, я выхожу за Рюкнадина Не хватало еще отчитываться перед тобой Аллах, помилуй Гляди Опять пришел Без зазрения совести стучится в мою дверь Аллах Добрый день, Зюмрюдханэм Вы готовы? Я не готова и не буду Не надо так, Зюмрюдханэм Я опоздал всего на 10 минут Ты опоздал на жизнь вперед Просто не знал об этом Зюмрюдханэм У меня дочка приехала из Измира Я провожал ее до дома Простите Дочка? Да Она живет в Измире Но соскучилась по папе И решила приехать Я встретил ее в издательстве И сказал, что сегодня у меня важная встреча Я проведу с ней день завтра Зюмрюдханэм 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 Моя дорогая женушка Хорошие новости Что значит женушка? Я уже выбрал конфеты на свадьбу Я заказал миндаль в сахаре Осталось только назначить дату свадьбы Дело за малым Да Зейно Зейно Ты же понимаешь, что означает фраза Не будем спешить? Зачем он так со мной? И сколько мы так будем, не спеша? Пока у нас у обоих морщины не появится К чему это все? Я не понимаю За что он так со мной? Возможно, в этот раз он прав Лучше и правда не спешить Знаешь, как говорится Поспешишь? Я не верю своим ушам Ты все еще на стороне Азана Даже сейчас? Я к тому Может он это не просто так Не злесь на него заранее Что значит не просто так? Ты что-то знаешь, Зейно? Почему нет кольца? Вот, палец без кольца Почему он без кольца? Почему я должна выпрашивать? Дай сюда свою руку, не прячь Вот, на твоем пальце есть кольцо Почему? Почему на нем есть кольцо? Потому что ты замужем Почему у Азана кольцо на пальце? Пусть снимет в таком случае Снимет? Не надо Ну вот В смысле пусть снимет? Я иначе с ума сойду Атлас еще захотел у бабушки остаться Я в разбитом состоянии Все меня бросили Ты сейчас преувеличиваешь Нет, я пойду и поговорю с Азаном Серьезно Не надо В смысле? Я пойду и поговорю с ним Сейчас самое время Самое время Нет, нет Сядь и послушай меня Я тебе кое-что скажу А потом ты пойдешь Договорились? Почему ты так кричишь? Ладно, говори Слушаю тебя Пять лет назад Когда я познакомилась с Мусой Зейно, ты бы еще начала с того дня Когда он родился и набрал вес Я могу, конечно Но я не так уж много знаю Ты помнишь, как? Ты не смогла, да? Ты сказала, что порвешь с ним Но вы вместе пришли на выставку Брошу его сегодня же Ради его же блага И так тянуло Эта картина была представлена На открытии в Лондоне Но она такая свежая До сих пор впечатляет Неужели? Да Здорово Действительно впечатляет Немного абстрактно Но у него и стиль такой А ты разбираешься Спасибо Эко такой Умеет рассмешить Но он ничего не смыслит в искусстве Да, это правда Я ничего не понимаю Я даже не могу различить Картина эта или фотография Так что я просто наслаждаюсь Вы обсуждали нас между собой, да? Я права Обсуждали? Наверняка задавались вопросом Что Элиф нашла в этом Эко Да? Врать не буду Я сама иногда задаюсь этим вопросом Что же Элиф нашла в этом Эко? Элиф, по-моему, ты перебрала Это на тебя не похоже Нет, Эко Я говорю правду Я тебя задела? Элиф Я думаю, это странно, что мы сошлись Потому что, если так подумать У нас с тобой ничего общего Это правда Я не понимаю, как так вышло С чего мы вдруг сошлись И решили быть вместе Ерунда какая-то Мы совершенно не подходим друг к другу Элиф, давай-ка поговорим наедине Давай Идем Что происходит? Неважно, потом расскажу Элиф, что на тебя нашло? Ты ведешь себя странно Я стараюсь тебе помочь, быть рядом Но ты отталкиваешь меня Ты говоришь странные вещи Говоришь, что наши отношения странные Что происходит? Объясни Странные А для тебя они не странные, Эко? Что мы делаем? Эко, послушай Все мои друзья Чего-то уже добились Понимаешь? Кто-то вот защищает докторскую Кто-то ведущий виолончелист В известном оркестре А я Вышла замуж И учу детей играть на мандолине А теперь Пытаюсь забеременеть Это какой-то абсурд Не говори так Не называй абсурдом наши отношения Наш брак Но это так Это абсурд, Эко Ты и сам прекрасно знаешь Нет Ты этого не видишь? Нет, я этого не вижу Я счастлив с тобой, Элиф Я очень счастлив Я думал, что ты тоже Мы хотели ребенка Ты сама первая захотела Но мы явно не готовы И думаю, в этом нет ничего страшного Но дело не только в этом Что происходит, Элиф? Скажи мне Я думала об этом долгое время И я поняла, что совершила ошибку Не поехав тогда в Вену Я разрушила свою жизнь Элиф, не говори так Прошу тебя Я тебя умолял Я просил тебя на коленях Я просил тебя уехать Ты отказалась Ты не можешь взваливать вину на меня Это неправильно Я ошиблась, Эко Я совершила огромную ошибку Я твоя огромная ошибка Ладно Хорошо Я перестану быть ошибкой И просто уйду А ты живи той жизнью, о которой мечтаешь Хорошо? Хорошо Это к лучшему Это к лучшему Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому